всем привет это подкаст green room который sports.ru делает совместно с мегафоном здесь я влад воронин и егор крыцан должность которого я больше называть не буду в рамках этого подкаста встречаемся чтобы поговорить про спорт как бизнес привет егор привет привет влада директор по медиа коммуникациям агентство спешил он по прежнему здание сегодня приятно что наконец-то мы спустя долгую паузу вот он эффект вакцины и победы русского государства над пандемией встречаемся очно я приехал в москву ты пришел из дома в офис sports.ru я приехал не один сегодня у нас продолжение нашей классической полюбившейся вам рубрики беседы с интересным человеком и сегодня агентство спешил он высаживается в двукратно увеличенном составе или размере в нашем подкасте станислав александрович яковлев сегодня у нас в гостях сооснователь руководитель я не знаю сколько регалий у тебя стас применительно к агентству спешил он и не только сразу постелю солому не не считайте это пожалуйста циничной попыткой какого-то лоббизма и попытки принести из дома на работу все что можно папу маму и всех родственников влад первый предложил стаса позвать в общем я не имел наглости сделать также хотя имел это ввиду давно потому что стасом интересно пообщаться ежедневно это делаем и в общем хорошо получается поэтому добро пожаловать стас проведем ближайшее время вместе поговорим о судьбах российского спорта и твоей личной в частности здравствуйте спасибо большое за приглашение интересно слушаю вот теперь наконец добрался тем более когда пандемия она снижается да или как неправильно сказать скорее сокращается карантинные меры да и можем часто встречаться чаще то это хорошо спасибо да традиционным нашим путем пойдем во первых сначала поблагодарим конечно компанию мегафон за поддержку самая стабильная связь быстрый интернет и лучшие прочие услуги во-вторых призову всех традиционно слушать нас на всех разных платформах но и подписываться заодно на телеграм-канал green room который продолжает собирать сотни подписчиков и мы туда чего-то регулярно хотелось бы чаще подписываем а в третьих естественно вначале обсудим новости которые произошли за те несколько недель которые мы не выходили в эфир просто потому что я уезжал в отпуск отдыхал и не брал с собой микрофон как отдохнуть великолепно это знаешь это был первый редкий отпуск когда я не стал мучить свою жену тем что мы должны сходить на какое-нибудь спортивное событие потому что обычно мы куда-нибудь высаживаемся я говорю давай где здесь стадион окей google но мы были на юге турции я посмотрел что там команда в 3 турецкой лиги играет и попасть на стадион невозможно и подумал что это слишком экзотическое развлечение поэтому я только матч российской премьер-лиги смотрел на ютюбе кстати очень интересно и узнал что даже если оплачиваешь подписку то можно смотреть только на английском языке русский комментарии все равно недоступен и очень наслаждался тем как это в общем по-русски тоже выглядит из звучит главное но было классно и очень рад был на самом деле маленькая вроде бы галочка да что рпл наконец-то можно смотреть везде где угодно а вот она действительно работает имел счастье в этом убедиться вот что тебя впечатлило за последнее время на наших спортивных просторах вообще не буду оригинальным и просто скажу новый медиаконтракт nfl 105 миллиардов долларов прекрасная цифра можно можно только порадоваться за эту прекрасную лигу важная вещь на самом деле то что увеличивается регулярный сезон как минимум на одну игру а вероятно впоследствии и на две и это еще увеличит этот медиаконтракт и не случайно мы говорим медиаконтракт потому что в эту сделку крупные уже на постоянной основе как самостоятельный вещатель въезжает amazon prime и просто так в эфирном тв стандартном уже часть матчей 15 ровно за один сезон увидеть будет невозможно это важный смелый шаг со стороны очень крупной лиги на которой там в европейском спорте дошла пока только серия а тоже важная сделка dozen который мы много-много раз упоминали выкупил права внутри италии 840 миллионов евро за сезон тоже неплохие деньги но конечно уже в десятки раз хуже чем у nfl ну еще важная деталь этого контракта то что у каждого стандартного телевещателя контрактом предусмотрено разрешение на трансляцию в их стриминговых платформах что тоже нам как-то и намекает и прямо говорит куда движется спорт и куда он будет идти в рамках этого десятилетнего контракта nfl это классно вот вы пронаблюдали практически весь этот цикл в прямом эфире от того как нфл в первый раз вставал в twitter по моему была первая платформа цифровая где они показывались и отдавали им понедельничный матч один в качестве эксперимента собственно прошло с того момента пять лет получается и вот уже 50 миллионов долларов превратились в миллиард 320 это конечно лишний раз подмигивает нам история о том что жизнь движется вперед не то что какими-то космическими скоростями уж совсем невероятными интересно как это все отэкранит на нас и вспоминаю что и российской премьер-лиги в общем-то остался год сделки с газпром медиа из матч-тв и другим внутренним соревнованиям явно диверсификация может быть не между разными платформами нужно телевидение digital она точно будет происходить в контексте серия тоже достаточно большая интересная история которая во первых говорит о том что дозон оправился от всех тех финансовых проблем которые в начале пандемии у них были потому что это был пожалуй единственный большой вещатель о котором стало известно что он перестал платить по своим контрактам но вот они перепродались как-то переинвестировались и все у них теперь благополучно с другой стороны интересно как на серии а скажется потому что итальянский чемпионат как известно он наверное сейчас самый развивающийся с одной стороны потому что в общем там долгое время такая стагнация была с другой стороны все равно есть места в которых они явно должны еще инвестировать в первую очередь инфраструктуру потому что в италии только недавно разрешили наконец-то клубом самим заниматься своими стадионами до этого они жили в режиме монополии государства на строительство и управление спортивными объектами за редким исключением поэтому я думаю что все это за собой какой-то какой-то хвостик потянется но здесь можно сказать с точки зрения италии да как это не то что клубы сами занимаются собой здесь россия была первой в италии по факту с прошлого года разошло гчп раньше как раз это тормозило сильно отрасли мы честно говоря это был неудачный опыт но это был опыт года три назад мы общались с разными клубами как раз с точки зрения инфраструктуры и принципе развития и все сходилось к тому что клуб все стадионы принадлежат муниципальным муниципалитетом и по факту те не вкладывают эти не могут не в свое долго долго проблема решалась как раз таки на старте пандемии там остро возник вопрос дополнительных источников развития финансирования и первые два вопроса которые были подняты как раз таки развитие инфраструктуры через гчп и по факту второй вопрос это букмекеры первый вопрос начал действия потому что за этот год за двадцатый год по факту 8 клубов объявили о строительстве новых стадионов начиная с стадиона сардинии баре фиолеттина рим ну то есть очень много клубов который в принципе удивляет тем что у них в принципе должно большой стадион они как бы очень строить здесь конечно много других предпосылок с точки зрения бизнеса не связано со спортом тема строительства она интересна и в талии тоже всегда был одно из главных поэтому в принципе я думаю что мы сейчас сейчас будет сам интересное в этом то что на самом деле все стадионы откроются в один год это будет 22 23 у всех стадионов 8 9 заявлен год запуска 22 23 год сезон плюс-минус поэтому будет интересно потому что там как будто бы грибы вырастут еще одна новость там на которую я обратил внимание и все вы обратили внимание и писали мы об этом и в телеграм-канале это конечно ребрендинг долгожданный случившийся биланского интера который теперь не интернациональ а видимо просто интер ну все то же что в общем происходит со всеми клубами которые задумали где-то в двадцатых годах и чуть раньше ребрендинги производить это все про глобализацию симплификацию какие-то более простые знаки которые вроде как абстрактным болельщикам на филиппинах или где-нибудь еще в китае удобнее продавать отошли от традиционного золотого цвета и сделали такую черно-синюю но и синий цвет тоже поменяли эмблему которая мне честно скажу напомнила идеальную наклейку на колодезный люк она вот просто ложится туда и как будто как влитая может быть кто-то даже до этого и дойдет но в общем все все чистенько аккуратненько и интересно за этим наблюдать и в контексте конечно чисто миланского внутреннего противостояния потому что милан тоже несколько лет назад с диксон бакси сделал ребрендинг более аккуратный ничего там так радикально не менял просто почистился ну и интер естественно со своими прекрасными китайскими топ-менеджерами не мог пройти мимо и как говорят вот эта вот аббревиатура которую они в качестве слогана выбрали ай эм но без буквы а соответственно это вот была прямая идея скажем так который очень поддерживал собственно их то ли CEO то ли кто-то там настаивал на том что вот это вот в китае будет понято хорошо и звучит здорово но на мой вкус это не то чтобы какое-то откровение креативное или еще что то это просто очень чистенькая аккуратненькая такая хорошая история хотя понятно что надо еще посмотреть как это все будет жить пока интер наверное можно только поздравить и естественно пронаблюдать сейчас как консервативные итальянские болельщики которых там достаточно и в самом милане если высказались инстаграме естественно они воротят от этого носа и говорят зачем все это делаете но это это все то же самое что происходило в роме который менял логотип после того как стамбулом та же история стамбулом та же история да с ювентусом который выкидывал все из своего логотипа остыла две линии вот ты перечисляешь я бы не ставил в один ряд мне кажется что то что сделал ювентус в этом плане выбивается потому что он был первым и он радикализировал все это движение к интер уже на подготовленную почву вышел ну как относительно подготовленную то есть он ничего нового он не сделал в этом плане он просто сделал аккуратную работу это не супер события давай теперь как это заявим гостя что мне кажется важен другой момент который стоит отметить я жду новость про nfl если просто посмотреть на то как обычно происходит чего я жду лично мне нравится скорее всего когда вбухиваться такие деньги да то есть одном случае не вбухиваться инвестируются мы точно увидим изменения в картинке том как подается контент это всегда происходит потому что когда олимпиада nbc все готовятся все делают какие-то новшества как они показывают игру и это на самом деле если российская лига и закончит контракт и будет бороться за новый но вряд ли побьет миллиардные суммы дату как минимум заимствовать какие-то технологические решения о том как выглядит матч на экране она сможет к этому прикоснуться сможет но очевидно что nfl мы частично про это говорили поэтому просто через запятую парой предложений очевидно что будут мегакасты от espn мегакаст это собственно выбор трансляции в разных форматах можно смотреть как не тактический эфир можно такой полуразвлекательный с составками кадров снятыми прямо с поля и так далее и так далее ну и собственно подготовка изображения для разных типов аудитории кто кто шарит тому что-то с аналитиками кто не шарит тому со всяким слаймом который наливается на головы и плечи успешно завершивших попытку футболистов ну российская премьер-лига это просто сквозная нить всех трех сезонов нашего подкаста мы все время говорим может однажды что-нибудь из этого но пока вот в турции можно английский комментарий послушать на ютюбе уже в общем как-то кастомизировали под под туристов которые туда уезжают надеюсь не трансляция неплохо не нфл конечно в этом смысле естественно часть этих средств во что-то реинвестирует но тут надо сказать что это уже эта лига которая наверное заслужила столько зарабатывать и тем что они уже сделали прямо скажем мы с точки зрения цифры с точки зрения там общего подхода потому что ну это это выглядит круто даже если ты ничего в этом не понимаешь совершенно просто как вот боевик какой-то который ты можешь смотреть 15 раз в году если ты за какую-то команду болеешь сейчас теперь 16 будет совсем уж расширились ну давай к тебе перейдем тачдаун да тачдаун у нас есть какой-то стандартный таймлайн что ли или повестка когда к нам приходит в гости человек той или иной степени публичности мы просто для начала как бы разбираемся в том какими компетенциями и талантами ты заслужил право прийти в подкаст гринрум расскажи расскажи о себе ты работаешь в спортивной индустрии уже достаточно давно чем чем ты занимаешься и как ты дошел до жизни такой слушай ну как человек театральный могу ответить из этих истоков на самом деле да то есть до спорта у меня был театр и почему я решил о нем вспомнить потому что на самом деле когда я пришел в зенит когда-то позвали и по сути отвечал за продвижение всех коммерческих продуктов там в этом клубе с десятого года по по моему половинку 13 плюс 2010 имеется ввиду да да отрожительства вот театр как бы полезен здесь потому что до этого был театр это был театр опера и балета и там совершенно другая атмосфера и все остальное но очень много инструментарий в том числе афиши то как они могут выглядеть подходы в принципе с точки зрения продвижения матча как отдельный продукт да сейчас это уже говорит каждый кто пошел в садик и размышлять спортивном маркетинге да то есть десятый год это тот год когда первые мысли и ростки относительно того что делать футбольным клубом конференции на которых мне задавали вопросы зачем продвигать зенит в санкт-петербурге и ответы в стиле того что если мы не будем это делать то крестьяну роналду в рекламе шампуня навсегда захватит сердца наших детей и никогда и мы должны конкурировать хоть как-то стараться поэтому да потом был спорт и в спорте получилась очень интересная ситуация да потому что тот тот этап развития клуба когда я туда там оказался он был максимально эффективный и полезный очень много людей которые тогда работали сейчас либо остаются по-прежнему там что удивительно для меня либо собственно говоря лидирует каких-то других клубах других трасслях и и по факту наверное если обернуться назад прям действительно был большой скачок самая наверное известная история того периода это брендирование перехода в метро да я помню что я шел я не знал про не видел в живую никогда эту рекламу и сам просто переходил со станции на станцию гостиный двор лишь да я был в шоке потому что ну там такой трехмерный эффект и как будто бы из стены выбегают футболисты зенита это на всякий случай если кто-то видел и вспомнит сейчас кто не видел дофантазируете да да фантазируете что пробивает стену там мигель дани и другие звезды того зенита как это сработало сработала ли эта история как придумывалось потому что но для футбола российского футбола там начала десятых годов это какая-то совершенно нестандартная небывалая история слушай ну была вот лига чемпионов да и внутри клуба это было внутреннее ощущение да что клигина немножко по-другому подходить да не то что это там больше коммерческая отдача да и скорее это действительно событие чтобы это событие масштабировать в глазах людей с точки зрения значимости его да то есть был подход придумать что-то постоянно эдакая на и начали просто внутри клуба думать как это сделать и что можно придумать были разные идеи потом в итоге остановились на метрополитене там была такая история который я сначала подсмотрела к от вещи на эспрессе из хитроу подъезжаешь к лондону там правильно рассчитаны развешенные такие постеры к ты едешь одной скоростью они складываются в единый такой фильм начали консультироваться с метрополитеном поняли что время точно не рассчитать скорость движения поезда метро и поэтому все это может быть не так и начали думать что делать еще и была вот эта поверхность это порядка 40 или 70 метров переход он односторонний это тоже играл на руку который использовался как реклама но честно говоря стоило очень дорого вот прям очень это ад был вот и начали думать как и что и подключали собственно говоря руководство клуба которая писала посадки объективные письма какие-то метрополитен дорого метро запросила да 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 я могу сказать честно это был запрос метрополитена нам нужно было на полтора месяца 9 миллионов рублей за размещение десятый год но для москвы может это не так дорого но для зенита и для петербург это не дешево глядишь пара новых станций бы появилась ну может быть может быть да 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 но в итоге сейчас надо уголовой снизить сумму там в 10 раз честно ну просто писали письмо что зенит и ну что вообще и прочее и на самом деле эффект был фантастический как бы да то есть мне нравится больше другой эффект наконец петербург а может быть и россия узнала что у петербургского метрополитена есть пресс-эташе и пир-менеджер потому что начал давать интервью об этом я точно знаю что мы сделали кассу метрополитена по продаже жетончиков потому что много людей и знакомых которые никогда не было метро или были там давно давно они начали спускаться в метро на жетончике нет смотреть вот на это по факту да 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 то есть прям масса была наплыв людей в метрополитене можно было мне кажется и заработать на жетончиков но не до этого было а делали тоже там по факту нужно делать ночью мы сначала специально чтобы это было это как раз делали те ребята которые потом и образовались в компанию спешил ван в которой я потом присоединился в итоге и это было ночью были специально сняты вся плитка которая есть а потому что это было не 3d это был photoshop чистый и и заклеивали специально до один человек делал разлом бетонный другой делал поле игроков там как раз таки причем еще выдержанный точный масштаб там до мигель да не разламывает своим фирменным празднованием эту стенку длина этого участка там 45 метров 43 где-то это как раз таки с точки зрения картинки которые находятся за проломом соответствует масштабу той картинки там ровно по футбольного поле и то есть такие всякие нюансы да то есть есть долго выбирали цвет противника там рубин по моему лег станислав рассказал про классную активность зенита почти десятилетней давности а нам есть что рассказать про актуальное вы знаете что наш партнер мегафон сотрудничает с зенитом так вот перед топовыми самыми важными гостевыми матчами мегафон устраивает для бояльщиков развлекательное шоу футбольный гик это часовой шоу квиз туда приходят известные фанаты зенита а ведущие дмитрий шнякин или каран и домян мучают их каверзными вопросами про любимую команду среди героев выпусков уже были виктор васильев дмитрий хрусталёв михаил шац антон иванов антон лисов и степа марсель по результатам игры гость получает гигабайты от мегафона но не остаются без подарков и зрители если они помогут правильно ответить гостям то могут выиграть новую домашнюю футболку зенита кстати вы тоже можете проверить свои знания на последнем в этом сезоне выпуске шоу футбольный гик который будет транслироваться в соц сетях мегафона и на мегафон тв 17 апреля перед матчем краснодар зенит близки решающий матч и в хоккее где скоро громыхнет финал кубка гагарина мегафон официальный спонсор кхл и главные матчи разогревает яркими шоу такого же квизового плана хоккейный гик в гости к главному хоккейному шоумену россии стасу юрушину приходят звездные хоккейные болельщики и проверяют свои знания на следующий день после краснодар зенит то есть 18 апреля присоединяйтесь к просмотру на мегафон тв или в соц сетях мегафона и выигрывайте призы ты проработал в зените сколько получается три с половиной и потом ушел в частный бизнес назовем его так собственно агентство спешл ланг которое образовалось на тех проектах которые делали в том числе для зенита или как это происходило я могу честно сказать потому что это возможно интересовало службу безопасности клуба но и связь как говорится нет но все было проще потому что как раз таки в театре когда много афиш я понимал что я знал что я хочу делать но не было ресурса и возможности финансовых этой работы с теми людьми с которыми я хотел и людей этих знал собственно говоря изначально и когда случился зенит мы стали анализировать и смотреть что может стоить что можно делать так чтобы это было длинной дистанции да потому что два-три матча с еврокубки брать и кубок россии да то есть не создаешься куча картинок и соответственно как бы то есть я в принципе знал с кем я хочу работать и в итоге когда я надавал одну задачу вторую они делали иногда запаздывали и в итоге я сел с ними поговорил слушайте может вы уволитесь отовсюду и какую-то маленькую студию откроете да где допустим у вас смотрите сейчас все здорово даже в москве там уже советский спорт писал реагируют да то есть у вас может пойти типа но но в итоге они долго долго этого не делали но потом видимо все таки сделали ну видимо точно и в итоге по факту когда я уходил из зенита там я не сразу перешел спешилан у меня была такая идея да то есть конечно мне тоже там были рады и я сначала помогал своему в итоге коллеге тираж другу да потому что я был брендиректором лиги тв годика как раз когда запускался канал и вся эта графика или я попросил поучаствовать в этом проекте я с удовольствием это собственно говоря сделал вот и после этого уже да когда мы закончили какой-то первый этап я договорился с ребятами и вот стал партнером совладельцев как ты говорил и взял направление спорт да потому что агентство не сконцентрировано только на спорте у агентства есть клиенты из коммерции там есть большие контракты которые многолетние в компании хенкель со всеми этими клей моментами микрофлексами и всем остальным есть много такого мороженого фильтры недвижимость просто сейчас много всего спортивного поэтому почему-то спешилан звучит в контексте спорта но возможно непонятно почему потому что все таки там много еще делаем такого что редко делается в принципе вот я пришел спешилан ну и чтобы завершить эту презентационную часть и как бы круг тем очертить сейчас я не могу задавать в этом вопрос могу просто констатировать да есть там четыре основных направления в компании это собственно какая-то креативная часть которая выросла из вот этого вот о чем стас рассказывал это отдельная часть связанная с архитектурой и это там живые люди архитекторы которые архитектура станислав александрович слушайте ну да у нас всегда по факту если брать спорт было две линии основной да это креативное сопровождение клуба то что вот сейчас называем мы так и раньше были там какие-то афиши какой-то некий контент связан с продвижением да прежде всего оффлайновым потом был появилось другое направление которое было специфически но глобально на самом деле даже интереснее да это оформление арен и первая арена была это донецкий шахтер это вот эти прекрасные игроки из угля которые там висят до сих пор да и там понятное дело целеполагание у них было внезапным для нас там пришел был чемпионат европы который заставил все снять дал деньги на то чтобы все сняли потом дал деньги чтобы они потом повесили у них появился бюджет и они решили поработать с нами как раз таки на фоне того что было в метро в метро было катализатором многих контрактов потому что оно было ярким интересным необычным и все на это клевали в хорошем смысле приходили пытаться работать и тогда как бы не было такого отдельного направления архитектуры да то есть было скорее такое это спешил банк который в том числе оформляет арены сейчас уже больше двенадцати за плечами да там мы сделали первую арену омск сейчас занимаемся второй арену омск донецкий стадион много ска хардфол арена в хельсинки барыс в астане барыс арена и прочее 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 крытые в основном крытые но ржд арена который последний проект включая по экспо краз лампасом это же тоже наш большой проект который мы вели с точки зрения развития инфраструктуры и как раз таки на когда был локомотив уже да то есть мы поняли что во первых изменение пожарных норм потому что до этого все проекты были связаны с поклейкой пленки в основном да то есть заказчик это хорошо это дешево ярко и быстро вот но со временем мы тоже от этого устали да и как раз таки локомотив был характерен тем что был запрос на афишу но мы сказали что мы их придумали мы их убьем больше мы делать локом афиши не будем и мы перешли с точки зрения продвижения клуба к разработке таких сложных систем графики и гайдов да что и клуб поработать местными дизайнерами но по нашим неким гайдам и разработанным элементом а ржд арена стала первой ареной которую внутренняя цель была сделать так оформить и сделать проект такой чтобы он содержал минимальное количество изображений вот этих больших ярких вот это кич то что можно сказать классический спешил он да чтобы было конечно чтобы она есть с нее снять на ней сейчас есть некие изображения там какие-то кубки сейчас меняются они постоянно но естественно она прекрасна она стала идеальной очень много краски мы полностью перекрасили по этому проекту там отдельный большущий кейс в котором еще куча внутренних подкейсов то есть на самом деле она покрашена это огромный объем но есть как-то недостаточно озвучено это было спонсорская сделка то есть концерн дав который дал краску бесплатно просто и клуб сэкономим порядка 12 миллионов или 15 метро просила 9 как мы помним да да уже другой собственно поэтому вот и тот же покрас да этот всем же концерном дав только уже с компанией ремерс они тоже давали краску то есть клуб на самом деле надо на развитие инфраструктуры на арене и на покрасном пасе тогда сэкономим парка 30 покрасном пас надо напомнить я думаю что уже может быть кто-то подзабыл эта история про то что перед стадионом в черкизове есть большая достаточно свободная площадь где где стоит паровоз да и покрас лампас знаменитые своими упражнениями в каллиграфии он собственно нарисовал там вот этот свой узор в очень характерном для него стиле в который зашифровал по-моему слоган у нас свой путь и там еще зашифрованы все награды медали ордена которые были у клуба раз про него конкретно говорим часто встречавшийся вопрос который не перестает встречаться когда люди приходят на стадион как рассматривать этот узор кроме как со второго яруса лицом к площади у нас была другая идея честно говоря не обязательно рассматривать то есть скорее наоборот как бы он завершал проект реновации и он позволил нам людей которые приходят на стадион загрузить внутрь некого арт-объекта искусства то есть по факту есть была статистическая цель развития бренда это смещение повестки ухода только спортивной повестки перевод ее в интертеймент и лайфстайл да то есть такой первый клуб который активно заявлял это и публично и оказывается таки сама идея проекта она связана в том числе и с этим клубу была нужна новая аудитория нужно было где-то ее брать в интересном режиме да и проект позволил как бы убить нескольких зайцев да потому что до этого мы год назад сделали собственно говоря саму арену перекрасили там появились новые красивые зеленые гребенка клуб же параллельно развивал матч-дэй все вот эти концерты как раз таки спасибо Игре Смирнову который сейчас тоже с нами в агентстве который был коммерческим надежным лакомотивом да то есть целеполагание которое было от Ильи и реализовано было Игорем да то есть оно очень сильно повлияло на то как сейчас воспринимается матч-дэй у нас даже в стране да все таки вот эти вот концерты постоянное развитие питания там специфического питания специализировано там больше всяких там мяса шашлыков и всего остального да то есть это все отражалось но это сложно делать и называть это матч-дэем когда у тебя под дождем там десятилетним стоявший стадион да то есть с пыльными баннерами да и ломаный асфальт какой-то под ногами да поэтому по факту с одной стороны это максимизация комфорта за болельщик который приходит ему красиво и хорошо два это как раз таки доигрывание вот этой функции и когда стадион был выкрашен и в итоге по красному пасту нарисовал написал накаллиграфировал на асфальте все что хотел да то есть уже ощущение того что праздник он наконец пришел да то есть до этого все это было скорее так и здесь как раз таки то с чего я начал почему важно не рассматривать а скорее находиться внутри да то есть это как раз таки некая такая граница ментальная когда приходи к нам на праздник ты заходишь через ворота да то есть как только ты встаешь на на покрасину то ты по сути пришел собственно говоря да то есть это вот такое вот ощущение комьюнити где что-то есть интересное как такая как это как футболисты выходят на поле у них же тоже есть свой прямоугольник баскетболисты на паркет и все остальное то аудитория приходит вот на вот этот вот плацдарм для своих развлечений который как раз раскрасил в контексте архитектуры насколько я помню там же еще была недореализованная часть связанная с появлением крыши над стадионом ну здесь да мы участвовали да скорее в том числе как одни из консультантов да потому что мы активно там брендом занимались да там была идея собственно говоря конечно зенит когда вышел со своим стадионом на рынок можно так сказать да то есть ну то есть ну то есть как бы конкурентов не осталось максимальный комфорт максимальное тепло да то есть мечтать о таком мечтают все но реализовать вряд ли кто-то сможет были проделаны определенные итерации в двух направлениях это можно ли сделать крышу и какими могут быть фасады да потому что ржд арена тем интересные или не или плоха да то что у нее нет потрибунки вся потрибунка на улице то есть ты заходишь с одной улицы на другую улицу и все да то есть там холодно там некомфортно да то есть там первая проблема которая решалась самый первый год это там еще была такая между ярусами сквозная дыра и роза ветра была такой что ты просто приходишь на стадион и стадион полностью насквозь продувается через поле тебя сносит там холод ужасный есть еще один стадион десанты на котором на верхнем ярусе можно было ложиться на ветер ну вот вот а здесь как бы люди сталкивались с такими же проблемами ну ее удалось решить максимально просто виниловый баннер по кругу стадиона закрывший дырку каких-то копейки стоил да то есть стало теплее замеряли по-моему три градуса температура поднялась ну вот и соответственно как бы клуб думал о том как и наклеить еще одну наклейку это же будет шесть градусов вокруг да как как изменить ситуацию да и по факту действительно был проектировщик который этот стадион проектировал эта компания сейчас ныне называется пи арена это буш да который мы обратились собственно говоря за предложениями а что можно сделать да потому что наверное лучшее что можно сделать кто-то хочет менять свой стадион это не пытаться кого-то искать обратиться изначально к проектировщику ну вот и были сделаны определенные проекты они в итоге сейчас где-то лежат в каких-то кабинетах вот крыша выяснилось что теплее от нее не станет можно избавиться от осадков лучший пример аналог того что можно было бы сделать это как у стадиона в Ницце это такой раскрывающийся зонт который может закрываться раскрываться да но при этом он добавлял другую функцию из-за того что нужны были тросы направляющие можно было сделать другой крутяк это повесить куб прямо по центру ну то есть в принципе это одна из идей да которая была в том числе рассматривалась как сделать как сделать что-то необычное с точки зрения опять же распровождение матчей как развлекательного скорее события вот где-то лежит все это мы начинали эту реплику собственно с вопроса о том а что за архитектура вы делаете локомотив не единственный проект опять я не спрашиваю а констатирую расскажи о чем-нибудь свежем свежем ну слушай ну да много свежего на самом деле локомотив просто положил почему мы ушли в сторону он просто был интересен с разных сторон он просто поставил вопрос как бы о какой-то профессиональности подход да потому что до этого было картинок много и тогда я понял что наверное тоже это отмерло да то есть требуется формально прям хорошее направление с людьми которые называются не дизайнеры а проектировщики дизайнеры интерьеров и прочего да то есть в итоге тогда и был старт этому дан сейчас у нас команда порядка шести человек которые непосредственно такие суровые проектировщики другие ребята другого склада ума это как шахматистов запустить к художникам наверное такая атмосфера ну вот и после чего мы начали делать интерьеры потому что мы как-то видимо хороши много в чем и мы сделали прекрасный логомотив магазин локомотива вот и на нас был спрос потому что видимо в одном месте делаешь хорошо все понимают что у ребят видимо со вкусом все в порядке вот и свежее свежее мы сейчас заканчиваем первый этап реновации учебно-тренировочной базы Новогорск для футбольного клуба Динамо сейчас по-моему вышел уже тренировочный зал новая раздевалка на базе то есть контрработа это лобби все что связано с отдыхом команды связано с медийными зонами или зону где команда касается пресса и все зоны связаны с их подготовкой физической и теоретической вот и зона отдыха я сказал уже включая номерной фонд да и какие-то такие и что-то еще было фасад плом вот это последние сами а знания по итальянскому рынку ГЧП это из-за того что планируете работать со стадионами какими-то итальянскими ну это я говорю что мы давно планировали знание появилось когда была проблема с ГЧП три года назад ну вот мы все ждали я тут превосхищал когда наконец случится у нас сейчас есть общение скажу честно да с двумя клубами которые кто-то уже подумал об этом и начал делать что-то один думает да то есть ну там есть сложность она заключается в следующем на самом деле здесь как бы связано с профессией и с такой дисциплиной как архитектура ну как скажем так дело даже не в локализме или в национализме да то есть если вы русский архитектор да то есть вам в России лучше проектировать да потому что в Италии другие нормы другие законы нужно было тоже долго учиться чтобы их знать поэтому как правило когда вот эти звездные архитекторы проектируют они делают некую концепцию потом все равно находят местное бюро поэтому перекладывают да и понятное дело когда там рынок взрывает сейчас все строят в хорошем смысле взрывает да то там очень много интересантов получить эти проекты да и по факту надо просто понимать кто мы да в этом контексте потому что мы не можем не проектировать ну мы и сейчас это не делалось в точке зрения именно прохождения госэкспертиз и всего остального мы скорее отвечаем за часть функционального проектирования которая рассказывает зачем арена будет нужна сколько она будет зарабатывать насколько она будет прекрасна, да, то есть вот эта часть, и если совсем усушить до непрекрасных слов, то это, по сути, квалифицированная служба заказчика, которая готовит очень хорошее подробное ТЗ, по которому просто соятся чертежники и чертят уже, ну, то есть и инженеры делают свою часть, с точки зрения, конечно, именно функции, то это просто чертеж. Ну, это в прикладном смысле, наверное, да, такая инструкция к стадиону, потому что я вот видел, как ребята занимались тем, что называется концепцией коммерческой эксплуатации, собственно, новой арены Омск, которая сейчас возводится в Омске, пока авангард в Балашихе кратает дни, и это такой талмуд, я даже не помню, сколько там страниц в распечатанном-то виде. 560. Да, который, по сути, описывает, ну, всю, весь такой кумулятивный ROI этого сооружения, скажем так, вот, и в этом плане, конечно, наверное, этот стадион, если он случится таким, каким он был задуман, будет отличаться в выгодную сторону от многих других, которые были возведены где-то в этих же широтах в последние годы. Мир меняется так быстро, потому что ты задаешь скорость, и потому что ты хочешь учиться у лучших. Вдохновившись новой креативной рамкой мегафона «Потому что ты», мы запустили специальную рубрику «Потому что ты важен», где собираем ваши вопросы и мнения, которые обсуждаем в новых выпусках. В прошлый раз мы просили вас поделиться мнением о реформе Лиги Чемпионов, и подписчик нашего телеграм-канала с интересным ником Иха Депута, который на испанском языке вообще-то оскорбителен, пишет следующее. Всегда считал, что залогом нормального развития общества является крупный и крепко сбитый средний класс. В картине мира, которую рисует Столяров, имеется в виду гость нашего прошлого выпуска Булат Столяров, член совета директоров Форбс, совершенно непонятно, в чем польза изменений для среднего класса футбольной Европы. Например, Реала Соседат, Лиля, Байера, Штутгарта, Вильреала и так далее. Ведь для него есть только топы и те, кто будет фермами. Фактически 20 богатых семей, которым все остальные должны подавать вовремя свежее молоко. Ну, интересное мнение, которое в том числе мы обсуждали в прошлом выпуске. Действительно, часть клубов может превратиться в фермы. Вот такой вот, возможно, эволюционный путь у футбола, как бы это ни нравилось многим болельщикам. Другой наш слушатель Валентин Визгин считает, что не стоит настолько радикально менять Лигу чемпионов, потому что это классический турнир, который постоянно приковывает зрителей к телевизорам, а они могут не принять новую систему. Иногда старая лучше, чем новая, хотя и понятно, что большим количеством поединков UEFA хочет набить свои карманы. Как вариант, стоит попробовать подобный вариант с Лигой конференции, ведь она вот-вот даст свой старт. Никто не будет ругаться на эксперимент в третьем по важности турнире. Это и будет хорошая проверка швейцарской системы на прочность. Что ж, два вот таких мнения, которые в целом не особо принимают эту реформу, как раз в противовес нашему прошлому выпуску, потому что гость Блад Столяров в целом изменения поддерживал. В этом выпуске мы уже поговорили о невероятном медиаконтракте NFL, и теперь мы с Егором ждем ваших мнений о том, каким должен быть следующий телеконтракт РПЛ. Пиши комментарий или присылай аудио, потому что ты важен. Ну вот вы так работаете сколько уже? Год? Нет, полтора-два. Полтора-два. Есть какие-то результаты? Или вообще пока рано про результаты какие-то говорить? Да нет, ну как бы есть. И хорошие, и плохие. Ну то есть мы понимали, что это будет прецедент. Ну потому что такого вида услуг не предоставлялось комплексно. Когда какая-то непонятная компания из Санкт-Петербурга, фактически, ну если громко говорить, на аутсорс берет какой-то клуб, коммерческий департамент, это же специфически странно. Как это выглядит? Вот вы разрабатываете какую-то стратегию и под нее людей нанимаете? Или вы просто разрабатываете стратегию и работаете сами дальше? Ну, зависит от того, что хочет клуб. То есть, как правило, есть некое целеполагание, так или иначе. Кто-то простым бытовым языком, ярко, разнообразно, богато в конце. Более частые сценарины. Да, да, да. И ты начинаешь уже потом переводить на другой язык. И есть, соответственно, другие запросы, когда есть, допустим, желание выражено уже в цифрах. То есть, через столько-то лет, вот столько-то. То есть, я слабо, что нужно сделать или как-то так. Или у вас такие цели. Если вы готовы в них писаться, то мы рассмотрим ваше предложение, скажем так. Поэтому, зависит от того, что в итоге хочется. Да, у нас есть там четыре направления, которые, наверное, закрывают основные потребности клубов. Это и B2C-сегменты, и диджитал, и коммуникации, и бренд-экспертиза, и МАЧД. Да, то есть, ну, и мерчандайзинг, того уже пять. Ну, вот. Да, которые, собственно говоря, у нас есть эксперты, да, то есть, такие хорошего уровня, директора. Вот Егор, как раз, один из них, с точки зрения медиа. Да, который изначально анализирует то, что происходит с клубом сейчас, в текущем моменте, дальше мы смотрим, какие драйверы роста могут быть, да, то есть, вырабатываем некие гипотезы с количественной оценкой, да, то есть, допустим, вот, окей, в этом направлении, в мерчандайзинге клуб, скорее всего, при наличии усилий может прирасти вот на столько-то, да, то есть, посещаемость вот на столько-то, допустим, да, потому что есть какой-то уже понятный набор действий, он по-прежнему еще надо выглядеть, как танцы с бубном шаманские, да, то есть, когда вроде здесь там подкрутил, там зажег, что-то еще, да, то есть, вроде бы не должно, да, то есть, все как по локомотиву, была посещаемость средняя 5, ты считала 15, но, да, что работает, и уже на уровне самоуверенности и понимания того, уверенности в себе, скажем, да, не самоуверенности, что это будет работать, уже какие-то уже гипотезы, что прям стали аксиомами, и мы начали проверять другие гипотезы, как можно затаскивать людей там в сети, в соцсети и прочие всякие штуки, но, поэтому обычно происходит по-разному, это может быть в виде документа, стратегии максимально рабочего, с четкими рекомендациями, набором действий, ориентированным по организационной структуре, вплоть до, там, интеграции в стратегические вопросы наших экспертов. Ладно, а вот вы работаете на стратегии клуба, она же не на сезон рассчитана, не как просто стиль какой-то на один чемпионат, но мы знаем, что в российском спорте как-то такие какие-то долгосрочные проекты, с ними все сложно, как-то их принято довольно быстро менять. На сколько лет вы работаете, заходите в клуб, идеальный расклад, вас слушают, все готовы учитывать, не знаю, 5-10 лет, и возможно ли такое, что, верите ли вы в такое, что в системе российского спорта появится такое планирование на 5-10 лет, потому что не думаю, что пока с ним сталкивались все-таки. Ну, у нас есть некая гипотеза, уже близко к аксиоме, да, я, по-моему, проговаривал, три года нужно поступать на движение уверенного, да, то есть без сомнений, да, то есть именно вам как принятая стратегия для того, чтобы трансформировать клуб и восприятие его в пространстве среди болельщиков и аудиторий. Ну и, соответственно, через три года оценивать эффективность, а не промежуточно. Ну, по факту, как бы, да, нет, промежуточно тоже есть, ставишь цели на каждый год, да, то есть, наверное, то здесь, опять же, есть хорошее сечение обстоятельств, целеполагание внутри, доверие к нам, да, если брать авангард, потому что, как раз-таки, вот с 17-го года, да, мы, как раз, сделали ребрендинг и полностью клуб сопровождаем, там хорошо развивается команда и менеджмент внутри, да, и вот три года мы с ними прошли, опять же, в этот год, с точки зрения, там, как раз Егор подключился, когда мы открыли официальное направление, с точки зрения контента, если вспомнить, как авангард в 17-м году, и сейчас он в топ-5, там, по просмотрам на Ютубе, да, то есть, или, допустим, вот даже чумовое, вот, это мероприятие, да, с разной степенью оценки, да, презентация команды, там, в виде этого шоу какого-то, да, то есть, вот, оно настолько сейчас органично, настолько же, насколько неорганично было бы тогда, да, то есть, что клуб как бы изменился, и те процессы, которые внутри, это все то, о чем, как бы, он сам думает, какие задачи стоят перед собой, это совершенно уже другой клуб, и, возможно, вот это, идея, которая громко звучала, да, то есть, клуб, к сожалению, уехал из Омска, он должен вернуться в Омск совершенно другим, с большим федеральным таким статусом, она, возможно, получится, да, потому что, действительно, клуб уже в другом городе, чувствует себя уверенно, не проседал, допустим, по коммерческой выручке в первый же год, несмотря на то, что была арена другая, да, то есть, сейчас у них, действительно, появится суперсовременная арена, это, действительно, линия арена, да, которая будет построена не строителями, а клубом, это две большие разные арены. Ну, идеальные сценарии здесь, это все равно, наверное, какие-то такие очень нерегулярные истории, просто потому, что здесь, как бы, смотри, пункт один, всегда есть заказчик, который абсолютно по-разному это все формулирует, и, естественно, ну, Влад, ты тоже с этим находишься рядом с другой стороны, и понимаешь, что разные топ-менеджеры и клубов, и лик, и всего остального, они зачастую прям на разных языках говорят, поэтому здесь иногда, допустим, бывает ситуация, когда ты приходишь с кем-то, начинаешь разговаривать о чем-то, и есть запрос на то, что, эй, ты же там делал вот такое вот, вот такие вот штуки, а давай-ка нам сейчас сразу, и приходится объяснять, что, ну, если вы жили в повестке, условно, там, пятилетней давности, то сейчас взять и пригласить, я не знаю, Леди Гагу, чтобы она с вами сделала коллаборацию, это будет выглядеть странно для всех, начиная от вас, заканчивая самой Леди Гагой. Поэтому это всегда про какую-то поступательную такую динамику, которая точно не предполагает очень резких скачков, и в этом плане, конечно, есть сложность в том, что долго ждать в условиях такой достаточно большой волатильности вообще всего, что нас окружает, но это не то, на что все, наверное, готовы, но, к счастью, такие люди пока находятся. Здесь, да, как раз мы говорим заказчик, это, наверное, сейчас зачастую это именно желание руководства, да, то есть, либо акционера, либо управленца, да, который топ-менеджера. Здесь как раз-таки, наверное, в принципе, вот можно вернуться к тому вопросу, да, то есть, вот приходишь в клуб, и что можно сделать, чтобы было хорошо. Конечно. И как-то вот так и получилось, я думал об этом, и в итоге понял, что есть, знаешь, такая категория, есть там 4 P-маркетинга, там, product, price, есть 7, а я вот 8-ое придумал, и оно в России, мне кажется, максимально справедливо, 8-ое это power, которое шифровывается как сила человека, как-то внутри клуба, который очень чего-то хочет. Да, то есть, вот где мы с кем бы ни работали, да, то есть, будь то, либо, допустим, в случае с авангардом, там, топ-менеджер, да, Крылов конкретно, у которого есть запрос на интенсивное развитие, будь то, там, трактор 13-го года, когда там как раз-таки middle management, один из людей просто хотел прям что-то сделать, да, то есть, и он старался, убеждал руководство, что вот ребят там из Петербурга, они там, вот этот, мы сейчас с ними раз, два, три, да, то есть, вот каждый раз, когда происходит какой-то проект интересный, да, всегда есть внутри клуба человек один, который все это моторит, тащит на себе, чтобы это состоялось, убеждает руководство, там, убеждает вокруг людей, да, то есть, ищет диалоги, как бы пытается найти нормальный с нами диалог, там, да, чтобы мы там, ну, чтобы, скажем, сбалансировать стоимость всего, потому что все равно усилия, там, не всегда цифры у нас большие, да, то есть, иногда понятно, что если мы делаем проект оформления арены, то не мы дорого стоим в этой смете, да, то есть, а реализация этого проекта, она, как правило, там, минимум в пять раз больше стоит, это клуб должен понимать тоже, заказываешь одно, надо будет делать, да, и поэтому вот эта вот сила и наличие людей внутри, которые хотят что-то менять или делать, это единственное, что определяет. В Зините была, помнишь, Лена Мышко, которая шутила над нами, типа, жестко, да, то есть, если клуб не работает хоккейный или футбольный, если клуб в стране не работает спешил ван, значит, внутри клуба нет отдела маркетинга, вот. Мы переходим к темам, которые действительно важны, да, как бы это лень или желание, наличие вкуса, его присутствие, как сделать, что нужно сделать внутри клуба или с клубом в принципе, потому что это аспекты, которые влияют на все возможные проявления клуба на самом деле. А сколько вот менеджеров, какой процент менеджеров, с которыми вы встречались, разговаривали, обладают там чувством вкуса, пониманием вообще, как по идее может быть устроен? Ну, если брать кейсы, которые мы делали, наверное, процентов 80, я бы сказал, что они их действительно понимали, что делают просто, да, потому что бывают такие случаи, когда, как сказать, связано с регионами больше, когда людьми движет не желание что-то сделать, а желание сделать лучше, чем как у, да, то есть вот это двигатель лучше, лучшего не найти, да, потому что один губернатор сидит, и там другой Федор Михайлович сделал, а у него тоже клуб, и говорит, надо лучше, как у того, потому что я не могу быть хуже, как у того. И вот так вот движение. И это проблемная ситуация, да, потому что как вот большие клубы, которые работают, начинаются спонсорами, они всегда приходят к тому, что когда на второй год ты начинаешь диалог, а давайте продлим, да, спрашиваешь ты спонсора, а он говорит, типа, а нет, а ты говоришь, почему, все же хорошо было, а что хорошо, а что плохо, и никто не понимает, да, то есть и нормальный клуб переходит к тому, что уже начинают использовать маркетинг, исследования в самом начале, да, чтобы понимать было, с чем сравнить в конце, а что было действительно плохо или хорошо, чтобы какая-то была аргументация и база. Так и здесь, некоторые понимают, зачем они это делают, у нас был конкретный пример, два клуба из двух регионов, одинаковые бюджеты на нас, я имею в виду, по-моему, там, нет, другие разные, и вот мы с одними работаем, и они берут, там, первую картинку, какую-то идею, все сразу, раз, два, три, какой-то ее использует, там, и афиши, и принты, и оформление, и где-то еще, и хочется прямо им даже потом подсказывать другие какие-то идеи, там, деньги не брать, ну, потому что, когда ты видишь, что люди это реализовывают, это очень здорово, нам тоже важно, чтобы это было реализовано. И в это время, там, второй клуб, который уже прошло, там, три, это, хоккей, три месяца, много игр, да, то есть, у них был план, там, по одно изображение под домашнюю серию, это еще те годы, 13-е годы, и вот у них прошло уже несколько серий, как бы, а у них еще на сайте, на собственном сайте, где бесплатная смена изображений, висит еще первая картинка, и мы не понимаем, куда мы делаем остальные картинки, в стол или куда, да, то есть, это, как бы, как-то странно. И в итоге получается, что ты проходишь, хочешь продлить контракт, ты говоришь, ну, типа, здорово поработали в этом году, давайте в следующем так же, они, типа, а зачем, типа, а у них все еще картинка на сайте первая висит. Ну, то есть, и ты действительно понимаешь, зачем, ну, как бы, зачем люди деньги тратят тогда, да, то есть, ну, появился первый, да, то есть, как и задача, она реализована, получены, там, ордена, погоны, ну, то есть, это же тоже такая задача, она может существовать, когда не клуб важен, а личностное развитие. Допустим, прошли три года, и клуб там с вами поработал, вырос. Мне кажется, что у какого-то такого личного, индивидуального развития у клубов в российском спорте, ну, потолок, он заметен и очевиден, если не меняться на уровне лиги. Вот вы как-то в эту сторону смотрели, думали? Если лига должна меняться? Да. Ну, правильно, конечно, это есть две простые истории. Косметический ремонт и капитальный ремонт, то есть, если приходить на три года, то, в целом, там, за три года хорошей работы можно приблизиться к потолку. Не, ну, аксиома-то верно, потому что есть, как говорится, две стороны океана, хочется сказать, да, то есть, есть сильная лига, сильные клубы, это НХЛ, НФЛ и все остальное, а когда лига работает над тем, чтобы, да, то есть, ну, там и система организации другая, то есть, у нас, наверное, к сожалению, ситуация должна быть обратная, сильные клубы и сильные лиги. Понятное дело, что что в хоккее, в КХЛ, что в футболе, «Зениту», «Спартаку», «СКА», «Вангарду» становятся сильнее, мешает наличие Тамбова и других команд, которые где-то там, да, то есть, потому что они, ну, нужно выравнивать средний уровень, потому что без этого двигаться несложно. Как бы СКА ни пыталась, да, то есть, совершать свои коммерческие маркетинги активности, вводить третью форму, там, ВНХЛ любят, там, Ветеранс Дэй, и прочее, вот она сделала третью формулу, замороченную какую-то, да, то есть, бюджет команды, там, другая, и она выходит в своей стандартной форме, то есть, праздника не получается, нет контакта, да, то есть, там все, понятно, организовано из центра. Как здесь происходить? Ну, здесь ситуация, мне кажется, это вообще сложная, потому что мы начинали с прав их стоимости, да, то есть, это же просто внешняя рыночная оценка продукта, его качества, да, то есть, если НФЛ разделил свой продукт так, что он стал стоить миллиард. Сто миллиардов. Окей, десять миллиардов в год долларов. Ну, видите, я даже не могу произнести цифры больше миллиарда, да. Ну, то, конечно, нужно быть продуктом, но как так, чтобы сейчас никого не обидеть и оскорбить, и об этом обсудить, я не знаю. Ну, конечно, нужно в лиге что-то менять, безусловно, нужно менять их подходы, да, потому что мы иногда придумываем какие-то проекты для клубов, обсуждаем с руководством, более того, мы же все знакомы, ну, то есть, мы поработали с многими клубами, мы можем попытаться договориться, как сказать, за кадром, с одним клубом, со вторым, чтобы сделать какую-то совместную штуку, да, то есть, когда ты понимаешь, что ты сейчас просто выполняешь функцию лиги, да, у нас был проект интересный, где должны были участвовать топ-4 клуба, и там, и 8 матчей, которые между собой играют, да, то есть, но, то есть, клубы идут, а клубам интересно, у них есть интерес, да, то есть, наверное, возможность такой аккуратности такая должна быть, да, потому что мы говорим о том, что есть, что одно из, один из толчков развития, это, как раз-таки, создание искусственного повышенного спроса, когда, допустим, соперники принципиальные на поле, да, то есть, ну, в офисах должны понимать, что это бизнес, садиться за один стол и договариваться о том, что и как они делают, ну, то есть, вот, начинать переходить к сценарному, скажем так, противостоянию аудиторий, да, то есть, поддерживать и прогревать, чтобы просто было развитие. Это есть с точки зрения таких жестких противостояний, потому что есть другие моменты, и с Алангардом мы обсуждали, и вместе с другим клиентом, с тем же Борисом, как сделать так, они играют 4 матча в год между собой, находятся, если команда в Омске, по-моему, там час или два, ну, что-то такое, недалеко. Ну, побольше, но все равно. Да, я что-то преувеличиваю или преуменьшаю, ну, вот, и суть какая в том, чтобы можно за год-два, ну, за сезон-два сделать так, чтобы матчи между ними превратились в уикенды прям, да, то есть, грубо говоря, то есть, вы приезжаете в Астану, приезжают болельщики, и у тебя, как матчик звезд или прочее, да, то есть, есть какие-то наборы активностей вокруг арены, никто ни с кем не спорит, все начинают дружить просто, там, да, там какая-то еда, фестиваль определенный, да, то есть, начинается матч, до матча ты приводишь свое мэппинг-шоу, там, если ты омский авангард туда, то есть, сначала, как будто бы, там, прям соревнуешься, не знаю, там, мэппинг-шоу, там, профайл объединяешь, показываются не только красивые профайлы домашней команды, но и красивые профайлы другой команды. Ты начинаешь медленно делать продукт, который, возможно, может вырасти, выйти за пределы хоккея, там, 90 минут, вырасти в несколько часов, и всем будет об этом хорошо, потому что все будут знать, что можно скатать из Астаны в Омск, и это будет новая арена, с большой площадью перед ней, комфортная внутри, провести там, прямо с утра, в осуговый, как бы, день, и обратно съездить еще, и так, два раза в год, это интересно, это продукт. КХЛ делает какие-то шаги, вот это вот зеленое дерби, которое есть. Зеленое дерби тоже клубы сделали. Ну, по факту, потом, последний год, насколько я знаю, КХЛ оплачивал производство формы. Но все равно, эволюционно придумали клубы, КХЛ это не масштабируется, эта история. Ну, давайте так, есть другая история, пример контекста, сделали клубы, но так или иначе КХЛ поддержал, да, то есть, ну, мы объективно можем понять, что в другом месте, да, то есть, где пятнистым играют, как бы, да, то есть, там разные возможности, возможности есть. Кожаной сферой. Да, где гоняют кожаную сферу, да. Ты первый, кто легально в эфире спросочкурует и произнес. Окей. Просто это какой-то странный, просили о философии, странный глубинный конфликт, что клубы вроде начинают тянуться, ну, единично, не все, но это какая-то вещь в себе остается, это бомба замедленного действия, если уж. Да ладно, ты же понимаешь, что если уж вести откровенный разговор, то как бы все упирается вот в это вот пятое пи, в том смысле, что... Восьмое. Восьмое, вернее, да. Я живу в парадигме 2-4. Все упирается в людей, потому что мы видим вот на уровне консалтинга, допустим, да, насколько люди круто начинают, ну, вырастать громкое слово, и кто мы такие там, чтобы их растить, но все равно, когда ты приходишь и просто начинаешь... И речь не идет о том, что, знаешь, типа, добрый день, уважаемые коллеги, с завтрашнего дня мы живем по-новому. Нет, ты приходишь, и там, я могу больше говорить про контент, на уровне того, я не знаю, как ты камеру держишь, где ты оказываешься, на что ты снимаешь. Это все вот сумма каких-то прям маленьких усилий, которые в итоге определяет и все остальное. Дальше появляется инициатива, пусть даже поначалу она будет плохой, пусть идеи будут не самыми светлыми, но как бы это же этот метод перебора, ты же тоже не с первого дня сел и стал главным редактором самого большого спортивного сайта в стране. И тут одно тянет другое, другое тянет третье, но всегда как бы должна быть вот эта вот какая-то первая искорка, которая это сдвинет. Часто эта искорка – это топ-менеджер, который просто уже посмотрел на то, как может быть в других индустриях, пришел откуда-то заработал денег и имеет какие-то другие ориентиры. Часто это человек, который просто начитался, насмотрелся, может быть нас послушал и решил, что так больше не можно, надо делать что-то еще. Но это всегда такой абсолютно эволюционный процесс, и, к сожалению, он зачастую очень не бьется со знаменитым модом многих российских спортивных клубов «День прошел, и слава богу». Потому что многие живут по этому принципу. Некоторые живут сегодня, и ничего не произошло. Да, типа того, твиттер камня. И это, конечно, печально, но при этом движуха какая-то вроде есть, и динамика какая-то есть, потому что невозможно находиться в конкурентной среде. Все равно потихоньку, помаленьку люди, приезжая на «Газпром-арену», на «ВТБ-арену» или еще куда-то, но они понимают, что они все-таки, не знаю, на какие их там триггеры дают, стыдно или еще что-то. И вот эти вот отговорки бесконечные про то, что «а, у нас нет бюджета», «а, у нас нет еще чего-то», это же все. Ну, как бы все равно, потому что мы совсем в какие-то дебри заходим, да, любой спортивный клуб уровня топ-чемпионата – это организация, которая распоряжается бюджетами, если не в миллиарды, хотя в случае с РПЛ это, если не миллиарды и миллиарды, да, то, ну, все равно сотни миллионов рублей. И понятно, что большая часть этих денег, она уходит в спортивный блок, и там еще и поди по мере, и аруа этого всего, и вообще хоть какие-то вещи. И как бы оно вот абсолютно не носит системного характера. И когда получается переубедить хотя бы каким-то образом, это всегда очень непросто. И на самом деле, чем ниже лига, а мы общаемся там не только с РПЛ, КХЛ и всеми остальными, но и, допустим, недавно с ПФЛ разговаривали и с ФНЛ ведем какие-то разговоры, да, тем, блин, сложнее это переубедить. Хотя ты говоришь, ну, слушайте, чего вот вам от добра, чем вам рисковать? Вы футбольный клуб, который, окей, живет в силу того, что там сложилась конъюнктура так, что губернатору интересно, чтобы он был. Ну, как бы ради чего? Ради того, чтобы привозить легионеров и ставить себе задачу куда-то выскочить, там и год пошуметь, а потом обратно опуститься? Ну, для чего это? Это строчка в Википедии. Вот все, что останется от этого. И то даже не факт, что она будет. И как-то потихоньку, помаленьку это, в общем, все. Я не скажу, что прямо уж работает, потому что пока, наверное, те кейсы, которые мы сегодня перечисляли, они говорят скорее об обратном. Ну, с точки зрения того, что там есть все-таки большие корпорации. Поясни. Ну, поясни. Есть за «Авангардом» понятные люди, за «Динамо» понятные люди, за «Зенитом», еще за кем-то. Ну, все равно. Пауэр. Пауэр, да. Там девятая сила уже. Нет, там мегапауэр. Но и какие-то более, может быть, скромные и неамбициозные, они тоже это все начинают видеть, потому что, ну, это невозможно. Кстати, знаешь, вот эта тема, это же деньги. Знаешь, если спрашиваешь, типа, с такими деньгами можно. Я просто всегда говорю, посмотрите вокруг, есть куча кейсов, когда денег полно, а на выходе ничего. Да, то есть, это тоже такой момент, да. То есть, понятное дело, ее окупаемость клубов. Я даже сформулировал, когда начинаем говорить с клубами про монетизацию или конвертацию всего этого успеха в деньги, это мы начнем зарабатывать. Я говорю, нет, первое, что начнется, это начнется эффективное расходование средств. Когда мы начнем деньги расходовать эффективнее, хотя бы будут перерастать на рубль, на два, ну, в смысле, на пару копеек на потраченный рубль. Да, потому что, понятное дело, добиться максимальной окупаемости, это очень специфическое занятие, только путем есть неких манипуляций, да, вывода игроков, как бы, из лица можно добиться, условно говоря. Но это чревато, это чревато со страховыми выплатами и претензиями, как бывает. Очень большую пенсию. Ну, да, 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 поэтому, конечно, ну, как бы тут, тут, как бы, комплекс всегда задачи, проблем. Меня подпугает другая тема, которая, на самом деле, очень сильно пугает. Куда все катится, реально жесть, как бы, да, то есть, это... У нас до сих пор нет нормального образования по теме. Ну, то есть, у нас негде получить прям хорошее, качественное образование по специфике, связанное со спортом. Ну, на этот счет, вот мы разговаривали с Ильей Геркусом, спросили, что это за люди должны переходить в спорт, он сказал, желательно профессионалы из других областей. Ну, звучит справедливо по отношению к тому, что есть сейчас, но грустно. Ну, так, действительно, непонятно. С другой стороны, возьмем опыт Спартака. Взяли хорошего менеджера, не среднего звена даже, да, то есть, из Дисней, да, и... Ну, чем закончилось? Может быть, терпения не хватает еще у кому-то, да, то есть, нет, есть посылки, скажем так. Мы в рамках константинга, да, еще помогаем клубам набирать персонал, да, то есть, какие-то профайлы пишем, или, в принципе, да, то есть, у нас был диалог с хоккейным клубом, и, как раз, допустим, там было обсуждение открытое, да, то есть, другие области, это что прям, это вообще прям микс-перемикс, да, то есть, но тоже не совсем справедливо, скажем так. Вот для продажи ложь гостеприимства вот этого всего воздушного, да, то есть, да, действительно, может быть, лучше использовать опыт и брать людей из тех, кто работает в отелях, автосалонах дорогих, да, там, где есть продажи добавленной стоимости, которые неосязаем, да, то есть, привезти из другого совсем бизнеса не связано с чем-то таким продажей чего-то непонятного рекламного, да, то есть, на продажу, это, наверное, не сработает. Если до этого продавал, там, шоколад, как бы, да, то есть, твои схемы продаж, они не сработают там, потому что там ты должен продавать нечто другое, да, то есть, и, то есть, как бы, нельзя вот так огульно говорить, что можно взять там человека с завода и сделать его там, не знаю, там, бренд-менеджером футбольного клуба, это не всегда сработает. Из театра, да. Из Михайловского. Но мы же сами, мне кажется, тоже у нас вот сколько гостей приходило, были же, вот, ты помнишь, Константин у нас был, который в Динамо хоккейным мочдем занимается, который до этого в музыкальных клубах там что-то верстал, были какие-то другие еще примеры. Это я им завидую даже, по-хорошему, я всю жизнь в спорте работаю. Это смежность постоянно какая-то, да, хотел сказать другое слово, но это смежность, то есть, ну, Костя-то вспомнил, да, то есть, ну, человек, действительно, занимался концертами и букингами, да, то есть, ну, конкретно, когда ты говоришь мочдей, центр которого, в том числе, исполнение артистам, да, то, понятное дело, что ему нужен человек, который имеет опыт букинга артистов, она же как-то происходит еще регулярно, что кто-то пытается это делать, опыта нету, либо начинаются переплаты какие-то, либо приезжают какие-то люди не те, да, как шоу двойников, ну, да, ну, соответственно, то есть, нужно, как бы, дозительно, если ты замышляешь, это другая немножко история, то есть, если ты придумал делать что-то по-другому, и это похоже на другие области, конечно, не стоит, допустим, самому пытаться в этом разобраться, ну, то есть, досконально, да, то есть, лучше, если делаешь концерт, лучше найти человека с опытом концерта, ну, то есть, это тоже такой подход, который там должен, обязан существовать, потому что это, опять же, то есть, это как вот, на сожалению, тоже, если совсем глубоко, как Егор говорит, в дебри заходить, то сама, в принципе, как развивался, как сказать, клубы в стране, в нашей, и как там, это такие две большие разницы, у нас же как происходило, у нас же не было никогда коммерции, у нас была спортивная команда, у нас даже презентация есть одна, где я рассказываю и показываю пример, кто вы, каким вы хотите быть, там, брендом или спортивной командой, если вы хотите быть спортивной командой, то ее волнует только победа и ничья, да, все, ей не нужен стадион огромный, ей нужна просто коробка во дворе, качественным газоном и свет, и все, вот как бы, вот, если вы сейчас говорите, что вы бренд, там, или про коммерцию, то вот вам набор требований, каким должен быть бренд и коммерция, да, то есть, у вас должна быть аудитория, вы должны с ней работать, магазины, арена, комфорт, хот-доги с сучком и огурчиком, и все, все можно, ну, это из больного просто, и это, как бы, такая, как отсечка, действительно, ты, как бы, просто, ну, ты спортивная команда или бренд, если бренд, вот, поехали, пожалуйста, да, то есть, не надо думать, это к тому, что упоминал Егор, когда нет побед, нет, там, успеха коммерческого, да, то есть, утром она такая же, то есть, вот, это логика спортивных обществ и команд, и поэтому там также и структура развилась офисная, да, то есть, была спортивная команда, потом вдруг нужен был, там, весь пресс-секретарь ей нужен был, да, то есть, оп, появился, потом 90-й раз, такие, оп, модно, календари три удалить, ручки заказывать, а кто это сделает в команде? Пресс-секретарь, и, соответственно, вот, и так, как вот это вот странное развитие, вот, из журналистов в директора по маркетингу, оно, как бы, эволюционировало специфически, это тоже, как бы, на самом деле, нарушение должной дисциплины с точки зрения компетенции, а там все по-другому, как раз, буквально, что-то я недавно читал, как раз, именно, да, ладно, не вспомню сейчас, там просто четко прописано именно про то, зачем, что-то там появлялось, да, и там все, насколько органично, и прожито уже тысячу-тысячу лет, это как вот сейчас импортозамещение и пармезан, прошу прощения, нет, ну, объективно, чтобы сделать пармезан, его можно сделать, но это должно пройти несколько лет, он должен три года что-то сделать, потом... То есть, делаем вывод, клуб РПЛ как пармезан? Ну, можно сделать такой вывод, хотя мои прогнозы не сбылись. Относительно пармезана? Пармезана вообще. Относительно пармезана я, да, сделаем это замещение в другом контексте. Нет, нет, когда я как раз пришел в «Зенит», и был период, и много ездили в клубе, это отличительная черта была в футбольном клубе «Зенит», потому что все думают, что там все деньгами заливается, а на самом деле там заливается, в том числе и мозгом, и компетенциями, то есть, клуб поощрял, всегда поощрял развитие кадров, персонала, да, то есть, и там есть в разной степени примеры, там Егор, пример, в одном контексте, да, то есть, мы всегда участвовали в международных конференциях, связанных со спортом, и тогда удивляло, допустим, есть хорошая конференция «Лидерс» в Лондоне, да, которая осматривает несколько тем, да, то есть, там, спонсоршип и спорт, как таковой, и вот мы приезжали туда год за годом, нам было интересно, да, то есть, потому что уровень спикеров, это, там, грубо говоря, владелец торговой марки «Абла», рассказывает, зачем он спонсирует судей и спорт, почему, там, часы, вот он лично, он ее хозяин, он сам рассказывает об этом, глава, там, Global Head of Sponsorship DHL рассказывает про кейс, как они придумали, там, залезть на третью форму «Ман Юнайт», это, зачем это было, и как это связано с их контрактом, по которому они пересылают все посылки интернет-магазина и всего остального, там «Зенит» решил проблему с «Балтикой», потому что был глава «Карсберга», который встречает за спонсорство «Глобальное», а «Зенит» что-то забуксовал в переговорах тогда с «Балтикой», и он выступил, мы к нему подошли, и он сказал, он такой, а, да, я там через две недели буду как раз в Санкт-Петербурге, там же завод их, да, то есть давайте тогда как бы отдельно я эту тему записал, и все, и решили проблему. Ну, а при этом я хотел сказать, что смотришь лист участников, а там потом появилось приложение, где можно нетворкинг делать, да, то есть ни одного российского клуба, у всех все хорошо, только «Зенит», там, пять человек приехало в следующий год, семь, десять, потом клиентов стали возить туда, потому что тоже полезно образовываться. В пандемию все эти форумы перешли в онлайн. Я видел из «Зенита» людей на паре конференций, и, по-моему, я не видел вообще никаких других клубов, и это в 2020-2021. Есть объяснение, как такое вообще возможно? Ну, оно лежит, и там очень многое бесплатно. Там, да, можно вот этот нетворкинг, он где-то платный, то есть, но он стоит для клуба, я не думаю, космических денег, даже не, там, московского, петербургского. Ну, не знаю, одно объяснение, конечно, если те же самые, то же самое «Пи», о котором мы говорим, да, просто иногда просто некому кто-то хочет, кто-то воспользуется пандемией, чтобы отдохнуть. Да, ну, еще больше. Хорошо, да. Ну, да, то есть это тоже нормально, объяснимо, действительно, столько человек пахал, как бы, то есть вот есть карантин, можно поотдыхать. Да, то есть, ну, я не знаю, почему, это действительно меня всегда интересовало. Вот, когда, если к той конференции вернутся, либо к онлайн сейчас, которые проходят, да, то есть мало, да, то есть самое интересное, что какая-то другая ситуация есть, бесящая, да, как бы, что вроде действительно в «Зените» накоплен большой опыт, как бы, то есть, который зачастую, как бы, также неинтересен даже людям, которые находятся на рынке. То есть все, понимаете, здесь такая же история, то есть «Зенит» – большой клуб, да, там, или как на нас еще тоже ругаются иногда. Все же пытаются, когда они что-то не понимают, они же просто себя оправдывают все. Они начинают там тролли, ну, как бы, абьюзить и все остальное. Типа, а «Зенит» – это деньги, там, «Спешилан». Я тут собирал такую палитру, то, как нам воспринимаемся с стороны, как бы, с одной стороны, хорошо, как бы, с другой стороны, не очень. Ты что, ты в темном плаще ходил где-то? Нет, я просто спрашивал знакомых, которые общаются в вот московской такой маркетинговой цифровке. То есть мы, типа, там, наглые, гаспромовские. Я записываю, то есть мы за историей, 10 лет ей, мы ровно каждые три года, как бы, становились чьи-то. То мы были организованы «Газпромом», то мы принадлежали «Тимченко», то мы принадлежали «Атсенберг». То есть с кем мы работаем, сейчас, наверное, типа мы ВТБ принадлежим, наверное. Ну, да, то есть постоянно, то есть люди просто объясняют себе причину какого-то там объемного присутствия в проекте очень простыми способами, понятными для себя, так, чтобы себя еще оправдать, что у них не получается. А мы уедем отсюда на метро. Да не, не, ну, к тому, что здесь не знаю, почему не ездят, это глупость какая-то. Потому что, да, думаю, что знают. Не, я думаю, что здесь еще один важный момент есть совершенно точно, и там я по себе его могу точно сказать, как человек, который съездил, пожил там в другой стране, поучился, поработал и все остальное. Это, конечно, абсолютное неверие в то, что вот в те контексты, которые где-то на горизонте там существуют, все вот эти вот 100 миллиардов НФЛ или какие-то другие штуки, что они на самом деле, ну, как я люблю говорить Слава Бродского, величественные, издалека бессмысленные вблизи. В смысле, там нет ничего такого, до чего нельзя бы было дотянуться, и зачем не стояли бы какие-то люди. Вот Илья Слуцкин, который у нас был тоже в гостях, и Стас тоже с ним знаком, да, ну, человек, который своим усердием, и как он нам, опять же, рассказывал, там просто способностью долбить в одну голову, оказался в FIFA. То же самое касается и примерно любых других каких-то мероприятий, уж куда более скромных, чем трубоустройство в Швейцарии, но просто почему-то вот либо не возникают эти темы где-то на горизонте, либо кажется, что да что я там буду делать, либо там английского не хватает или еще чего-то. Ну, здесь не перебороть, наверное, это все, поэтому приходится иногда заходить и на русскоязычные какие-то движухи, но, честно, это, блин, иногда грустновато все, конечно, выглядит, и мне кажется, это тоже должно мотивировать, чтобы просто чуть больше питывать. Тем более и наши слушатели, и подписчики нашего телеграм-канала, и всего остального знают, что мы анонсируем иногда какие-то мероприятия, потому что количество знаний, растворившихся в интернете за пандемию, оно уже совсем запредельное. Можно при желании, мне кажется, 10 новых профессий было за год освоить, и еще и проследить к них какими-нибудь экспертами. Я вот получил диплом французского института моды. Вот, время пандемии. Слушай, я вчера смотрел на курсы, значит, есть главная школа в мире, где учат парфюмеров. Я люблю запахи, и оказалось, что у них есть 10-дневный интенсив летом, и я даже подумал, блин, не устроить для себя отпуск вот такой вот. Это же всегда развивает в хорошем смысле. Я, допустим, вот как раз архитектуру вспомнил. Когда мы начали делать больше, я понял, что мне не хватает внутренних компетенций для общения со строителями, которые потом что-то спрашивают и прочее. Я нашел годовой курс в СППГСУ и закончил курс архитектуры общественных зданий. — Самое удивительное знание, подчеркнутое. — Подчеркнутое, да, что архитектура – это не то, что снаружи, а то, что внутри. Ну, это не то, что удивительно, это как бы… Я потом понял до конца, что это такое. Ну, из-за того, что я, в принципе, со стороны все это знал, да, то есть, когда я первый раз это услышал, да, ну, то есть, это действительно… — Это что получается? Интерьер важнее фасада? — Нет, это значит, что функция важнее, ну, то есть, фактически. То есть, это тоже размышление про сохранение культурного наследия. Там один преподаватель как раз привел пример. Например, если брать Флоренцию, все думают, что она прекрасно сохранилась. А с точки зрения архитектуры, она вообще никак не сохранилась. Ну, потому что никогда не было магазина очков внутри здания того века. Да, и, соответственно, любое изменение, даже такое, это как раз изменение, на самом деле. Да, облик архитектурный, он сохраняется. Но по факту, как бы, как раз таки, если пользоваться вот этой смыслью и идеей, что архитектура – это то, что внутри, то ее как бы нету. Ну, то есть, поэтому такие заблуждения, когда мы боремся за какие-то вещи. Москва, правда, перестала это делать в свое время. Петербург продолжается, и это хорошо, конечно. Ну, иногда переборы, конечно, есть, которые мешают даже людям жить. У нас много квартир, допустим, где лепнина и камин находятся под охраной органов опередленных. И людям они получат ипотеку, допустим. Не, ну, это конкретные случаи, которые есть, да, то есть, казалось бы. А потом приходит какая-то инстанция, начинает делать капремонт, сносит перекрытие, и все камины уже не нужны никому. Блиц, чем ты вдохновляешься в своей работе? С точки зрения креатива у меня в разных хпостях. И искусством, на самом деле. У меня давно выработана гипотеза, что реклама – это… развитие рекламы в прямом виде зависит от развития искусства и технологий. Ну, то есть, это к чему? То есть, есть развитие технологий, появился айфон. Плюс вот этот айпл дизайн сразу, да, появилась некая среда, в которой нужно определенным образом дизайнить. Либо, допустим, стартануло искусство, да, то есть, сейчас все современное искусство сместилось в области перформансов, инсталляций и прочего. И если подумать и посмотреть на рекламный рынок, то он тоже-то информировался моментально. Почему? И кем он стал? Он стал BTL, ивенты и все остальное, да. То есть, вот эта классическая реклама, она уходит. И это движение, если следить, оно есть давно. Либо развиваются технологии, прорыв, интернет и прочее. Это передает требования. Потом развитие искусства. Поэтому, конечно, там очень много вдохновения, да. То есть, есть там, последний проект, который мы делали, там, да, для авангарда. Это как раз-таки, там, одна из картин, она просто дала возможность разработать планировочное решение, там, для объекта. Одна из картин? Да, Василия Кандинского. Как это случилось? Номер 8. Да, я просто смотрел на нее и нашел там, среди этой композиции, на определенную закономерность, которую использовал для того, чтобы расчертить планировочное решение музея. И перебрал до этого просто. Все, все, что архитектура мировая предлагает. И говорит, давай картины смотреть. А как? Просто достал айфон, сфотографировал, отправил? Нет, просто сидел, смотрел какие-то референсы, смотрел, изучал. Есть, конечно, смешная история, банальная, которая к этому привела. Потому что, как бы так или иначе, появится арена Омск, на которой точно откроется музей авангарда. Да, то есть, какого авангарда можно умалчивать? Хоккейного или искусства? Поэтому я подумал, посмотрел на авангард как таковой. Да, то есть, там куча плеядок, художников иностранных, наших, безусловно, в виде супрематизма и всего остального. Вот я посмотрел, что там можно найти интересного, какую-то идею, цветы, какую-то энергию. Супрематизм идеально подходит для выстроения пространства. Потому что там и картина переживает понятными геометрическими плоскостями. И то композицию, которую они формируют сами по себе, она всегда такая, очень энергетически понятное движение, хочется двигаться внутри нее и все остальное. Поэтому можно не копируя, просто, ты сказал, вдохновляться. Вдохновиться и сделать сюда музыка. Ну, музыка, вспомните, Зенит, Лига Чемпионов был крутой, не такой яркий, публичный, как Паралом Метро. Был следующий год, следующая кампания, там было три принта, которые сделаны из обрывков газет из Халк, Широков и Киржаков. И каждый, на самом деле, сделан из реальных. Мы купили газеты, журналы, нашли все статьи, связанные с Халком, с Киржаковым, с Широковым. И вырвали их, разорвали их таким образом, сложили из них вот эти портреты игроков из их же статей. То есть, это есть тайный смысл этой концепции, это медиа-иконы назывался, и смысл у нее художественный. То, что ты видишь игрока не таким, как ему есть на самом деле. Ты видишь игрока таким, каким о нем, как сказать, тема, как о нем рассказывают. То есть, как о нем пишут, журналисты, как снимают телевизионщики, что есть, а ты его живу и в реальности его не знаешь. То есть, вот твоя вот Ширма, это вот эта пресс-история. То есть, это такая, на самом деле, games modern football концепция была, потому что раньше был true football, да, то сейчас немножко другая история. И она придумывалась тоже, да. То есть, есть прекрасный коллажист, там, 50-х годов, это Раушенберг, который мне очень нравится. Я недавно был, да-да, тогда еще, в неком музее, где он висит, да, и идея коллажа меня натолкнул на это. Потому что коллаж хорош тем, что, как бы, если картина – это предложение просто, да, то коллаж – это абзац прям смысла. Потому что долго изучаешь, он позволяет многое сказать. И иногда это, как форма выражения дается, дает возможность какой-то. То есть, какие-то такие динамы, там, самое крутое, что есть, это простое, это оттенок и подход, который мы взяли из творчества Дейнека, это рассветное солнце. У него на каждой картине есть, это тот прием художественный, который помогал ему формировать из человека на картине героя такого бытового социального плана, вот это вот все, вот то, что тогда продвигалось, да, где была поэзия «Красота тела» и всего остального, да, то есть, на самом деле. Если убрать солнце, то солнце оно только освещало, оно легко издало, будущее и прочее. Если посмотреть первое, что сделало Динамо, даже из Инстаграм просто, то есть, простой фильтр в виде рассветного солнца меняет любую фотографию и делает ее позитивной, устремленной в будущее. Проиграли и фиксили. А неважно, это следующее, перевернули. Поэтому основной источник вдохновения, если брать визуальные концепции, то это, конечно, настоящее искусство, ну, такое, fine arts в хорошем виде, скульптура, архитектура, живопись, музыка. Хорошо, тогда второй блиц вопрос. Кто в мире спортивном лучше всего делает то, чем ты занимаешься? Клуб, лига, кто-то, на кого ты смотришь и говоришь, вот это красавчики. Раньше, в 50-11 годах это было Nike. Ну, Nike, с точки зрения продукта, потом, опять же, спасибо Зениту, повезло, потому что они же глобально работают много лет с Уайден Кеннеди, и есть Портленд, и есть Амстердам. И когда тогда Зенита очень упрессовывала Nike по всем видам контрактов, мы брифовали Nike в Амстердаме, и нас знакомили со всем этим прекрасным агентством. Для меня оно лучше. Уайден Кеннеди, Амстердам, лучшие ребята. Ну, особенно те, кто там давно всегда был. Да, то есть, там есть русский парень, который неплох. Но именно они, в том числе, привели мне разговоры с ними. То есть, я спрашивал конкретно, куда смотреть? Да, то есть, где они берут? Если посмотреть на рекламу очень крутую, то она вся вдохновлена музыкой и клипами, или проявлениями 70-х годов. Потому что это последние годы, когда общество и человек без ограничений пытался высказать свою точку зрения и позицию миру. Ну, в принципе, относительно любого объекта. И, соответственно, все тексты песен, если дальше, они только узелок развяжется, узелок завяжется, а там, 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 Дорс и все остальное. Да, то есть, ну, в принципе, если брать, даже нашу страну. То есть, и там как-то все это было по-другому, как бы искренне. Ну, ты Уайден Кеннеди, да, это ребята хорошие. В России, если брать персоналии... Ну, персоналии или бренды, или еще что-то. Бренды в России. Может, пальцем на кого-нибудь хочется показать. Я могу отметить только одного человека, который был в подкасте. Не только что, особо отметить, хочу вот так правильно скажу, чтобы не перечислять всех других. Это, собственно говоря, Илья, да, Герклус. Потому что, наверное, с точки зрения подхода и запроса по маркетингу, то есть, наверное, человек, который прошел дальше всех, как бы, это точно он, да. То есть, потому что это даже фраза, когда, что лучше вкладывать деньги не в игроков, а в маркетинг, потому что маркетинг точно возвращается. Ну, в виде аудитории и чем-то еще, да, то есть, игроки могут травмироваться. Она такая, она симптоматична, она должна, может быть, критиковаться, обсуждаться, но это, как минимум, опять же, есть человек, который что-то сказал, то, что действительно стоит обсуждать. Ну, допустим, если брать за границу. Тоттенхэм. Стас просто у него есть один грех в жизни. Он болеет за Тоттенхэма и все время в ФИФУ выбирает Тоттенхэма. Это худшая команда, за которую можно играть в ФИФЕ. Ну да, Егор подиграл в них, сказал, что это проклятие, да, невозможно выиграть. Нет, у Тоттенхэма была одна история, но это связано больше с найками. Там есть такая история, все иногда страдают, потому что, конечно, скажем так, запретный плод, но он сладок, да, потому что человек лучшего подхода по героизации личности спортсмена как такового, чем тот, который использовал Ленин и Финштайн в свои времена, не существует. Запрещено Роскомнадзором. Не, ну, однако же есть Википедия, да, то есть есть Олимпия в фильме, если проще, да, то есть где прям конкретно тело и человек-спортсмена как бы выглядит как супергерой, ну, то есть с точки зрения искусства. Да, то есть это действительно, ну, да. Поэтому у них была рекламная кампания с Nike, где просто смотришь, и ты понимаешь, где ребята черпали вдохновение как раз, потому что там вот эти все ракурсы эпичные, небеса суровые стоят, фотка съемка снизу, вот это вот все, что есть, очень-очень жесткий свет, то есть там по улице практически не видно. Ну, то есть это прям вот классический Ленин и Финштайн. И заключительный вопрос для наших слушателей, которые раздумывают над тем, чтобы прийти в спортивную индустрию, мы всех просим поделиться каким-то концентрированным знанием о том, почему это стоит или, может быть, не стоит сделать. Пойти работать в спорт или учиться. Почему стоит? Почему не стоит? Такой ответ. Ну, и как ты считаешь? Может, ты считаешь, что не стоит? Так, а почему не стоит? Стоит. Я недавно думал о том, что бы я делал вообще. Ну, то есть я вот иногда... Это не то, чтобы там снобизм какой-то, просто я действительно думаю, просто мне повезло, наверное, ну, мне лично, да, то есть я до театра еще пять лет в банке проживаю. Но, тем не менее, то есть я работаю на каких-то таких местах, которые каким-то контекстом своим обладали. Да, там театр, своя повестка, это мир, да, то есть который, помимо того, что я привнес «Зенит» в с точки зрения визуальной эстетики, я там научился работать и общаться с людьми, которые вроде бы звезды. С точки зрения «Зенита» это вроде бы звезды, игроки. Это же проблемные пассажиры на самом деле. Но когда ты приходишь из театра, где ты макеты оперные и балетные, оперные согласовываешь с Еленой Васильевной Образцовой, а балет с Рузематовым, да, то есть вот это звезды мировые, то когда ты потом приходишь в сине-белую команду, то хочется сказать «Постройтесь по щам и заработаю». Ну, потому что, да, действительно, они такие, ну, они хорошо играют, да, то есть, но это отдельная тема, как общаться с игроками, когда ты работаешь в клубе. Ну, это, кстати, то, чему нужно учить на самом деле, потому что как только ты даешь эту дубину, тебя сразу же сжирают там с потрохами. Идти стоит, поэтому, а почему нет? Просто есть у кого-то предрасположенно что-то делать, есть у кого-то нету. Кто-то, если думает, что здесь, что может быть? Чем может быть обыватель приличать спорт? Вот. Деньги, игроки. Весело, легко, денег. Весело, легко, деньги, игроки. Да, большинство это приличает тем, что просто возможность совместить хобби с профессией, детскую страсть с профессиональной реализацией. Можно, скорее, говорить о других факторах. Надо просто сразу думать, что, скорее всего, это ненормированный рабочий день, да, что это специфические взаимоотношения там… Всегда рабочие выходные. Да, всегда рабочие выходные, там, да, даже если вы, даже если не пресс-служба, да, то есть я никогда к ней не относился, но при этом я не чувствовал, что когда играет «Зенит», что я выходной, да. Ну, то есть это есть такие факторы, да, определенные. В случае пресс-службы, когда ты начинаешь летать с командой, ну, это вообще, получается, жизнь моряка, да, то есть не стоит заводить семью, пока ты не садёшь на берег. Ты закурил трубку сейчас, да? Нет, по объективу, да, по полгода в рейсе, как говорится. Ну, это так и есть. Ну, то есть о таких вещах почему-то, как бы, не думаю, да, то есть, ну, поэтому нельзя отговаривать. Просто буквально недавно, как раз, мне порекомендовали, как раз, для консультации на эту тему. Я с девушкой с одной разговаривал, с сестрой, известной тебе, нашего функционера, да, да, и, оказывается, тоже вопрос, типа, у нас сейчас работа в MCG, да, то есть стоит уходить, хочется в спорте какой-то, рядом с спортом ивент. Ты хочешь жизни моряка? Нет, я просто ей постарался описать конкретно то, что ее может ждать в этом, как бы, этапе, там, да, стоит перемещаться прямо сейчас или стоит позже. Я не то чтобы там считаю, называю себя там адекватно релевантным этим вопросом, но есть опыты какой-то, которые просто говорю. Я не, конечно, как я могу отговорить. Просто нужно туда идти, не пытаться найти легкую дорогу. Ну, в смысле, получить образование, понять, что действительно нужно, да, как бы, у нас же все пренебрегают этим, у нас куча появилась каких-то курсов, там, с какими-то корочками, которые как будто бы там, да, то есть все первые, что начинают делать, выучивают слова вот эти вот, спортмаркетинг, дайсинг, матчдей, матчдейксперинс и все остальное, да, то есть им какой-то кажется, что, блин, они уже знают и умеют все, но они только слова знают. Это проблема, которая сталкивается иногда, потому что... А где узнать не только слова, возвращаясь к вопросу, куда катимся? А вот, я помню, по философии, куда катимся, они непонятно где, но у нас нет ни одного заведения, которое, мне кажется, давало бы практически, потому что у нас, давайте так, у нас люди, которые могут чему-то учить, они работают. Ну, так, потому что я не знаю, откуда берутся профессоры, которые обучают каким-то там в России спонсорство, там, как-то... Я просто не понимаю, честно. Ну, то есть, когда... Учебники еще выходят. Да, 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 это вообще бомба просто. Ну, то есть, я хочу скупить эту коллекцию и все. Ну, вот, да. Есть книжка Виктора Гусева, он мне подарил, когда мы Динаму презентовали. Я вот хочу к ней дополнять теперь вот это вот спонсорство, спортивный маркетинг в российском клубе, то есть, там, какой-нибудь... Еще для чайников написали бы, знаешь, типа, вообще все понятно. Ну, что ж, с вами был доцент Высшей школы экономики Луислава Рой. Ну, как бы вот. А, кстати, единственное, да, наверное, потому что я вышка, может быть, потому что я сейчас как раз-таки получился, что больше о ней узнал. По разным причинам проект совместно с Динамо, но не с экономикой, а с фэшн, да, по факту. Это была рубрика сегодня очень долгая беседа с интересным человеком. Про гурцы, театры. Да, мы обошли все темы, какие можно было обойти, при этом, мне кажется, оставили еще больше тем за скобками. Если вы захотите продолжение этой беседы, второй и третьей части разговора со Станиславом Яковлевым. ГЧП на итальянском рынке. Телефон такой-то? Пропорция нагрузки огурцов и лука в хот-доги. Или какие-то более прикладные вопросы. Хотя какие уж куда более... Архитектура Флоренции. Архитектура Флоренции, да. Это отдельная тема. Это все мы. Стас, спасибо большое за то, что ты пришел. Влад, спасибо большое за то, что ты нас принял. Потому что я тоже здесь. Спасибо за приглашение. Интересно. Спасибо. Я в очередной раз поблагодарю компанию Мегафон за поддержку. Слава ей. И призову всех подписываться на наш подкаст, писать в комментариях и подписываться на Телеграм-канал. Естественно, я не знаю, почему я так вбил себе в голову идею, что надо промотировать Телеграм-канал, но делаю это регулярно. Видимо, хочешь получить тысячу подписчиков. Чтобы не удалили его. Я уже понял, что это важно. Когда тысяча подписчиков, ты не можешь удалить, и ты становишься арт-объектом. Продать токены. Вечно себя впечатываешь. Спасибо большое, друзья. До встречи через две недели в эфире sports.ru. Спасибо. До свидания. Спасибо. До новых встреч.